Прошло столько лет и многие детки, которые здесь сидят, не знают о той страшной трагедии, которая была 26 лет тому назад. Кстати, игроки, которые сегодня пришли, вот мы разговаривали перед вашей с вами встрече. Эта встреча очень волнительная для наших игроков. Если вы обратите внимание, сидят все украинцы, которые защищают цвета киевского «Динамо». И надеюсь, что в дальнейшем на них мы будем делать ставку, и они будут приносить славу киевскому «Динамо». Но дело в том, только Артем Вилевский, по-моему, по своей дате рождения, 26 лет тому назад, родился ты уже, Артем? Когда произошла эта встреча? В 85-м. В 85-м. Вот он один-единственный, кто из этой... Альев. Альев молодой, он не помнит. Он же родился не здесь, он родился в России, правильно? Артем родился в Беларуси, но очень так... Рядом. Рядом. И, наверное, тоже это ощутил. Но сегодня как-то не хотелось бы шутить, но все равно мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Мы должны понимать, что наши сердца должны биться в унисон. Если сегодня мы вам можем помочь, мы обязаны это сделать. Вы со своей стороны, если можете поддержать нашу команду, приходить на стадион, аплодировать, когда удачные матчи, когда плохие, критиковать. Но всегда быть рядом с командой, мы вам за это были бы очень признательны. Поэтому я бы хотел сказать словами, которые я обычно заканчиваю. Обращайтесь, приходите. Наши двери всегда для вас открыты. Мы вас любим и ценим, что на протяжении стольких лет в этот день вы приходите в наш клуб и надеетесь на нашу поддержку. Нам для нас, а мы на вашем. Для нас это очень важно. И мы хотели бы, чтобы ваши детки росли здоровыми. А мы чем можем им помочь? Мы готовы это делать. Спасибо вам за то, что вы есть. И спасибо за то, что в этот грустный день мы встречаемся всегда и не откладываем, потому что мы заняты или вы заняты, мы всегда встречаемся в этот день. Спасибо вам и тем людям, которые мы должны. Особо мне хотелось бы поблагодарить тех людей, которые в эти страшные дни, ну, наверное, мирное небо над головой защищали, в полном смысле слова. Потому что бывает война против противника, а бывает невидимая война. Вот, наверное, эти люди, они заслуживают не мы, а они заслуживают громких-громких аплодисментов. Аплодисменты.